российская школа сложно говорить почему значит за эти годы начиная с 19 года после того как мы стали все общаться между собой тренеры задача наша была сохранить все лучше от советской школы и у нас еще много тренеров сейчас есть которые играли в то время и из-за того что вот эти новые введения в правилах появились их надо обязательно учитывать и добавлять треночный процесс упражнения которые с этим связаны ну и все что есть лучше европейской школе мы хотим тоже чтобы у нас было у нас все равно думаю что в россии мы сделали большой шаг вперед я имею ввиду нас это тренеры вратарей как мы видим и тренеры вратарей стали выросли и вратарей тоже у нас сейчас играют лучше да пока нас не зовут европу после 2003 года первый кто уехал в хороший клуб это андрей лунёв думаю что это только начало конечно мы надеемся что андрей там себя хорошо проявит на нашу школу обратят внимание потому что у нас много хороших вратарей ну дело в том что в европе школы интегрируются до от одной другой и они каждая что-то беру друг у друга но есть моменты которые они все равно сохраняют уже говорил об этом что и как раз вот мы вчера разбирали действие вратаря при ситуациях один на один с нашими вратарями итальянцы по-прежнему считают что вратарь таких ситуаций должен действовать наугад как он чувствует не смотреть на мяч а надо предугадывать ситуацию в остальных школах все равно требует чтобы вратарь до конца стоял занимал правильную позицию смотрел на мяч и реагировал уже на полет мяча если говорить вот таких вот их немного этих отличий вот если говорить о немецкой школе удалось пообщаться с немецкими тренерами с тремя все равно основы упражнений немецкой школе это базовые упражнения их очень много очень много внимания уделяется психологии испанская школа если так из того что я видел и тоже общался с тренерами очень много в тренировочном процессе различных упражнений они считают что упражнений должно быть много что вратарь должны много двигаться в тренировках и в этом тоже есть свой плюс хотя основные в основных компонентах игры защиты ворот многое многое скажем так похоже сейчас в европе если возвращаться к вопросу а британская школа это наверное в том числе игра на выход ну если брать английскую школу да и значит у нас был александр калинку вратарь в команде он играл в англии мне тоже было интересно и когда я ездил в англии наверное подавляющее время в тренировочном процессе посвящено воду меча ногой и подачам фланга причем при подачи фланга с вратарем особо не церемониться навязывать ему борьбу иногда даже очень жесткую в тренировочном процессе потому что англичане играют жестко и судьи позволяют игрокам играть жестко с вратарем если раньше во вратаря в вратарской площадке чуть-чуть задели сразу был свисток она поэтому называлась вратарской его нельзя было трогать сейчас такого нету ну это уже давно это 92 год был это когда запретили мяч брать в руки вратарю когда пас идет от партнера и конечно тактические нововведения когда стали играть зону защиту команды перешли на зону защиту и не стало последнего защитника частичка как тогда говорили беру и вратарю тоже пришлось исполнять роль последнего защитника страховать своих защитников и тренировочный процесс поменялся очень сильно и больше стало в тренировках уделяться вниманию игре ногами больше стало уделяться в упражнениях скажем так стало больше упражнений на то как вратарь должен страховать защитников в первую очередь когда мяч на половине поля соперника и мяч выносится на твою половину поля но если игра ногами скажем так она более-менее не сразу но пошла то вот роль последнего защитника она пошла намного сложнее у вратарей если вратарь в такой ситуации ошибается или удаление или это гол то есть цена ошибки выросла раньше за такие нарушения даже желтые не давали сейчас просто удаление все цена ошибки очень большая получается так что я застал 92 год сентябрь у нас был матч кубок азии казахстан туркмения перед матчем задали вопрос судье правила новые действуют или нет можно ли брать мяч когда тебе партнер отдает мяч можно ли брать в руки нам сказали что правило пока не действует и в этом матче мне защитник отдавал пас назад я взял мяч в руки и судья назначил свободный на линии вратарской вот так об этом узнал и многие тренеры говорят что лучше взять вратаря который играет хорошо ногами даже ущерб обороне защите ворот и и мы об этом тоже говорим в россии что если мы хотим быть востребованы в европе то направление это такое и последней конференции наша была которая нижней новгороде мы приводили очень много примеров видеоматериалов какие вратари сейчас требуется в европе почему они требуются что этому надо учить начинать в юношеском футболе начиная с 13 14 лет что во взрослом футболе этому переучивать сложно мы говорим что если мы сейчас вот отстаем мы не хотим сильно отстать надо в первую очередь над этим работать и здесь имеется ввиду не только начало атаки где короткий средний пас не только то что вратари должны участвовать тренировочном процессе в общей группе это само собой недавно если не знаю вы читали вот номер за уже номер сделал седьмую голевую передачу в своей карьере конечно тоже мечтаю о том чтобы вратарь нашей команды я работаю сделал такую передачу после которой мы бы забивали голы потому что мы над этим очень много работаем много показываем есть моменты где мы делаем эти передачи создается напряжение там был момент когда мы заработали пенальти после передачи вратаря хотелось бы конечно чтобы это было больше и не только вратаря той команды где сам работаю чтобы вообще в россии на это обращали внимание тренеры вратарей над этим больше работали ну и конечно здесь еще зависит от главных тренеров которые должны поддержать это направление ну я вам так скажу значит это был девяносто второй год казахстан когда об этом еще никто не говорил у нас команде в кайрате был тренер дал рот ибрагим очгалеев он работая до кайрата главным тренером казахстане заставлял вратаря идти на угловые и тогда над ним все смеялись царство ему небесный человек был замечательный тогда над ним все смеялись сейчас это уже норма значит что касается моего отношения мы это тренируем мы готовы наши вратари готовы пойти на последней минуте штрафную мы показываем зону в которой они должны идти мы просим чтобы вот эта зона откуда чаще всего забиваются вот и функционально тоже готовим вратарей потому что например сейчас сергей писяков подключился со спартаком на последней минуте потом вернулся у него были силы еще раз пойти если надо было то есть он был готов и на вторую атаку пойти и на третью то есть врата еще должен быть физически готов к этому и эти не просто так создавать толпу забивать это тоже надо тренировать она само собой не получится случайно вот здесь точно я против потому что для этого есть игроки которые этим занимаются и думаю сделают это не хуже это не тот случай одно дело ты подключаешься на последней минуте чтобы создать численные преимущества разницы нет ты проиграешь в один мяч или в два это другое когда пенальти и потом случай неудачи надо бежать назад и такие случаи были на когда вратарь не успевал вернуться ему забивали это не стоит того из инстата когда ребята обращались и спрашивали вот какие бы вы цифры здесь поменяли они не совсем объективные например вратарь не вышел не подстраховал защитников ему забили гол а это не считается ошибкой да тактической то есть неправильную позицию занял но это не видно или например вратарь отдал точный пас перед штрафной партнеру тут потерял мяч забили гол но это тоже вратаря вина потому что он не должен был туда давать это тоже у него идет плюс передача вперед плюс это не совсем объективные данные здесь нету оценки правильности решения поэтому когда мы смотрим цифры вратаря они конечно очень сухие здесь не видно о том как вратарь думает какие решения принимает где нужно было выйти ты не нужно было где он просто выше выход один на один он не сократил расстояние и мог бы не позволить нападающему забить мяч или например вратарь отбил мяч ему пишут что спасение а то что набил перед собой этот мяч добили это уже это этих тоже показателей нету очень много показателей которые не соответствуют скажем так если не смотреть игру то может неправильно будет понимание и еще один момент здесь есть вот когда показывают цифры столько-то ударов вратарь отбил одно дело вратарь спасает когда бьют там с близкого расстояния другое дело когда с 20 метров удар идет и его обязан брать да мне кажется здесь сложность ударов тоже надо учитывать это был удар это голевой момент был до вратарь действительно спас команду или это был мяч который еле докатился до ворот скажем не сильный удар таких же тоже много удар не получился вратарь забрал мяч в руки а по статистике и тот и тот получается одинаково матвей сафонов словаки этот матч выиграл матвей то есть мы нанесли один удар по воротам забили да а матвей выручил нас несколько раз и тут словаки забили свои ворота то есть эту игру выиграл вратарь почему я говорю что вратарь самая ключевая фигура влияние на результат таких примеров очень много маленькие вратари есть маленькие как маленькие 80 82 если наше время они все такие были подавляющее большинство потом какой-то период пошло сейчас скажу это 97 98 год наверное немцы все таки первые начали отбирать вратарей высоких ну как мне кажется может ошибаюсь начали сразу и вратарей резко выросли сантиметров то есть средний рост сейчас вратарей 189 90 а тогда был 180 181 они выросли и это никак не сказалось на качестве игры на реакции мячей которые летят по земле низом то есть вратарей при такой комплекции очень хорошо складываются и это не влияет на лучше играет на выходах то есть им легче играть на выходах слишком высокий вратарь это тоже наверно плохо до 220 ну таких нету до таких нету до 20 есть 202 метр 98 писяков скажем так это не самый главный показатель высчитывали значит на после какого-то чемпионата средний рост вратаря был 189 возраст 29 лет то есть это не говорит о том что чем выше вратарь тем лучше есть определенный уровень игоря кенфеев и косились все знают до 186 187 вратаря главная голова все равно ментальность голова как он принимает решение как он думает это все равно всегда быть на первом месте какой бы вратарь не был высокие там высокие все равно первом месте это прежде всего должен быть умный вратарь я так скажу я с детьми не работал только из того что я вот слышал немцы на характер значит обращают внимание да сейчас такая тенденция что первые три года ребенок должен играть не в воротах а в общей группе развивает различные свои качества физически вот и в таком возрасте очень трудно что-то понять поэтому не понимаю когда 8 или в 9 лет ребенка вдруг убирают с командой говорят что они перспективные или в 10 лет из того что опять же из моего опыта работал в юношеской сборной россии 16 лет 83 год рождения это лучшие ребята были заняли восьмое место на чемпионате европы только пятеро потом оказались премьер-лиги и наоборот ребята такого же возраста через какое-то время которые не были лучшими играли и играют в футбол и очень долго на уровне премьер-лиги у каждого свой срок созревания также как у вратаря который может один 25 другой 28 так и у детей который может быть незаметно незаметно но к 16 годам он становится потихоньку потихоньку развивается становится лучше лучше и потом в возрастном футболе адаптируется лучше нас чем проблема этих футболистов которые были лучшие и не заиграли эту тему тоже мы обсуждали на конференции потому что в своем возрасте они были лучшие приходят они в команду мастеров а там они не лучшие и не все это выдерживают а там надо заново все доказывать и не у всех это получается такой вопрос психологии рядом нет человек который бы сказал все надо опять сначала надо дождаться надо много работать и потом ты опять будешь такой же лучше со временем ну потом на переходе во взрослый футбол очень многие пропадают и вратарей тоже я изучал тему вратарей то же самое с полевыми игроками саша калиньков 19 лет да протарь сборной латвии до 40 лет играл юра дюпин 22 вот просто на вскидку сейчас даже вот так сказать говорить что надо обязательно пройти путь там от 8 лет до канада мастеров потом попасть команду мастеров это правильно это логично но есть и случай когда стержень вратарский у человека то чему тренер не научит человек 19 лет пришел саша калиньков такой медведь как мне рассказывали неуклюжий и потом стал помог сборной латвии попасть чемпионат европы он ее туда просто вытащил если мы говорим в роли вратаря он просто да и помог туда попасть и вратарем очень сильным был юра дюпин в 30 лет начал 22 заниматься был экспедитором 30 лет попал в премьер-лигу сейчас кандидат сборная конечно это можно качество исключения исправил но жизнь показала что нельзя ни на ком ставить крест в любом возрасте вот научила и показала что какой бы вратарь не был слабый сегодня не знаю что через два-три года никита хайкин да давайте уже тогда они вот он сейчас сборной я ведь давно за ним смотрел ну вообще ничего не получалось у него вообще ничего не получалось кубань саранск мордовия урал везде говорили спасибо не подходишь в европе сколько клубов объездил во второй лиге за границей было и израиль и голландия испания и англия где только не был не нравится и вот сейчас двукратный чемпион норвегии приехал сборную играет в клубе который обыгрывает итальянскую рома другую страну приехать и стать первым это очень трудно это другая страна это другая культура с одной стороны помогает человеку это все развиваться это помогает но не каждый может там стать приехать другой стране первым и потом с этой команде помочь стать лучшей стране вообще за то чтобы вратари как можно больше занимались разными видами спорта то есть так и было раньше в наше время советское во все виды спорта играли вратари и в гандбол и баскетбол баскетбол очень хорошо помогает большой теннис помогает правильно и быстро двигаться по полю да то есть быстрые ноги вратари нужны чем больше видов спорта тем лучше не знаю кто то вот клип недавно прислал что там вратарь это 100 видов спорта он должен все уметь во все игры играть и во все выигрывать чем больше тем лучше только двумя руками за больше всего конечно к нам это мини-футбол потому сейчас очень многие вратари и отличие от прошлых лет делают вот эти блоки когда сближаются блок на месте блок движения мы его называем длинный блок короткий блок те кто играет мини-футбол им это помогает в большом футболе вот в таких ситуациях то есть есть каких-то видах спорта до плюсы гандбол об этом тоже недавно спорили что там помогает руки держать выше многих вратарей руки внизу момент удара не успевает поднять и мы им говорим посмотрите на гандболиста да то есть не надо держать их верху надо и держать на средней высоте и тоже много спорили что надо вот тренера между собой надо держать руки как он гандболиста вверху здесь минус какой все что летит ниже там они поднимают ногу вратари так не могут поэтому нам это мы так пришли к общему мнению что это не подходит до такая стойка конечно смотрим изучаем спорим пока из того что видели это конечно мини-футбол самый ближе к нам да я вам другой пример виктор банникова приведу который пять лет занимался легкой атлетикой киевская динамо советском союзе и потом стал первым вратарем в киевском динамо чемпионом ссср играл в торпеды и сборной ссср когда не слышно говорим даже не тратьте силы просто потеряете много энергии который не хватит на конец матча на концентрацию на какое-то принятие правильного решения какого-то важного да ну когда слышно да опять же говорим что их не должно быть много то что мы сейчас будем говорить вратарям мы не должны подсказывать игроку что делать с мячом это он сам должен принимать решение если он ошибается не надо тратить силы и ругать его на это тоже есть главный тренер не надо на это эмоции тратить подсказать то что касается обороны раз вовремя подсказ сказанный он может лишить соперника голевого момента просто вовремя подсказал и момента нету то есть когда вратарь не подсказывает а потом момент создается и он выручает он исправляет свою ошибку потому что вовремя не подсказал вот это важно да и единственный момент когда игроки с мячом что можно подсказывать это когда нужно сыграть просто что есть риск потерять мяч и здесь можно подсказать что играй просто и все там выбивала на упал и на эмоции тратить попросту тоже ну конечно когда стандартное положение ну вот это наверное самый сложный момент не все это могут значит в чем это выражается вот мы говорим на тренировке вратарь выручает и вручает в игре в такой же ситуации мяч пропустил не хватило концентрации то есть не каждый может в игре применить то что он имеет тренировки это вопрос психологии почему потому что в тренировке нет стресса а в игре он есть и в условиях стресса вот эту концентрацию держать не все могут почему вратарь и делает простые ошибки иногда болельщики смотрят но я бы такой мяч не пропустил например да я лишь часто это слышу но я такой не пропустил и тренеры так от тренеров слышно как можно такой мяч потому что когда вратарь состоянии стресса 90 минут не все могут в этом состоянии контролировать свои действия это наверное самое сложное можно быть и высоким и прыгучим и техничным физически сильным но если ты не можешь не держать состояние 90 минут от первой до последней минуты то это не для больших задач вратарь который не может показать то на что он способен таких тоже было очень много вот на моем веку тренер вратарей он и психолог человек который не в воротах не играл каким бы сильным психологом не был он никогда не поймет что нужно сказать самое важное и писал книги и до сих пор уверен что сказать перед игрой как сказать и когда сказать вот это наверно важнее всяких упражнений психологи это не чувствует он не играл в воротах он не поймет общие поверхностные фразы да они не дойдут очки пробовал не понравилось не понимаю может быть мало пробовал отказались ничего вот эти тоже говорят что у меняет направление надо реагировать значит подобралась большая такая фильмотека рикошетов до когда вратарь меняет направление сейчас очень многие тренеры закупают оборудование я знаю чертанова покупали который меняет направление где-то и ставят этот эти доски за пять метров за 6 до вратаря до бутылки бросают разные там предметы чтобы менял направление но когда начал вот в это дело вникать и начал записывать рикошеты оказалось вообще интересная вещь что из вот сейчас у нас там около 50 мечей которые забиты за этот год с рикошетами все они поменяли направление где-то в 13 14 15 метров от вратаря не в пяти метрах не в шести то есть вот это тренировать я не знаю как это тренировать то есть удар идет за штрафной игроки стоят где-то на линии штрафной меняет направление и мечи залетают поэтому все вот эти приборы я думаю что они ничего не дают вот сейчас мы к этому пришли потому что если мяч с пяти метров меняет направление таких голов почти не было ну почти не было да если скажем вот мы там 50 где-то записали грубо говоря 12 может все остальное меняет направление задум на далеком расстоянии от вратаре это ли не штрафной насчет пушки да чем она хороша да скажем так вот ты поставил пушку верхний угол там 30 метров здесь чем в чем плюс вратарь не видит замаха то есть мяч вылетает его на него надо реагировать в игре вратарь видит замах у него больше времени после пушки здесь я бы я бы из всего что вы сказали пушку конечно хотел и когда уходил с рубина но пушку просили ее купили когда уже ушел ну здесь у нас два больших революционера футболе это лев яшин который первый начал играть по штрафной руками и нор который первый стал играть за пределами штрафной ногами и первое время если помните номера кто только не ругал только ленивый там не бросал него камни потому что были ошибки но он начал первый выходить вперед и играть как полевой игрок и открываться в поле как полевой игрок поэтому сегодня седьмая голевая передача это не просто так это начиналось четырнадцатом году в четырнадцатом году началось а пошло только сейчас и за ним все пошли не сразу через два-три года то есть я смотрели что из этого получится если есть такой тренер как гвардиола который разрешал вальдесу ошибаться 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 и в первый год 14 голов было забито после того как ошибся вальдес то потом это все равно осталось и вратарей подбирали именно по этому принципу и потом он стал делать меньше ошибок то есть на следующий год он три всего ошибки сделал это повезет если есть такой тренер который бы ошибайся забили ничего давай еще давай еще не каждый может себе главный тренер такое позволите вратарю больше того даже требовать и сейчас все вратари которые после него барселоне они подбирают прежде всего вот под этим вот так по таким принципам вот здесь вопрос задавали про концентрацию до сумасшедшие концентрации на каждой тренировке на каждый мяч в тренировке как внимательно слушают как они это впитывает и как тут же они могут это показать в игре это самое главное женская целеустремленность она просто поразила вот они поставили цель они их ничто не остановит в этом плане в этом плане они сильны да потому что когда сухая губка она хуже держит да ну конечно мы там можем водичкой полить но она потом высыхает и не всегда есть возможность пойти полить перчатки и поэтому плюют чтобы они когда они мокрые они лучше создают трение при приеме мяча в этом плане